Если вы считаете, что умеете бегать, вы глубоко заблуждаетесь, предупреждая здесь новичков. И предлагают забыть прежние тренировки, чтобы в первую очередь не навредить себе. Основная ошибка любителей – это стартануть быстро, побежать быстро, не внимая на технику и еще какие-то правила. Бежать – это нормальное явление для всех, как и ходить. Но бегают неправильно, ставят стопу неправильно, как и я, собственно. Я также бегал без тренера в свое время, получил травму. Бегать с пользой для здоровья – главное правило школы «I love running». Обучение правильной техники проходит здесь по специально разработанной системе. Тренировка состоит из нескольких этапов – динамическая разминка, растяжка, беговые упражнения и заминочный легкий бег. А вот кому и сколько заниматься – вопрос индивидуальный, решают его тренеры после небольшого теста. Мы пробегаем километр либо два, смотря по группе, на очень маленьком пульсе для комфорта. Смотрим, за сколько времени люди пробегут. Делаем немножко силовые тесты, пару-тройку. И, в общем, оценим начальное состояние человека, записываем и уже, исходя из этого, планируем дальше работу. Дальнейшая работа зависит и от вердикта врачей. Перед забегом медики рекомендуют обследоваться у ортопеда и кардиолога. Если противопоказаний нет, то вперед на дорожку. Школа бега, она вырабатывает выносливость у человека, вырабатывает кардиосистему, продолжает, скажем так, жизнь. Очень многие спортсмены добились больших результатов в беге, как наш тренер Наталья. Она мотивирует нас. Наряду со взрослыми в школе бега могут учиться и дети, причем одновременно, пока родители на занятиях, малыши заняты. Детей будут готовить и для сдачи норматив ГТО. Попробуйте, для начала перепрыгнуть. Раз, раз. Пока в школе только одна группа бегунов, но к концу месяца откроются еще две. И уже 25 сентября в московском марафоне примут участие и риотовские спортсмены. Анна Ионова, Сергей Сомов для РТВ.